В эфире новости на Первом Матищинском. В студии Екатерина Шарыпова. Здравствуйте! Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в международном форуме, посвященном тенденциям развития международной безопасности. В подмосковной Истре встретились представители более ста стран мира. Они обсудили проблемы, связанные с обеспечением национальной безопасности и вопросы международного сотрудничества. Особенно сейчас, в это время, время заметного количества вызовов, очень важна коммуникация, обсуждение различных проблем и, самое главное, выход из ситуации, которая обеспечивает безопасность человека и государства. Губернатор рассказал о вкладе региона в безопасность, в частности о том, что в Подмосковье работает 122 предприятия оборонно-промышленного комплекса, где создают современное вооружение и военную технику. Подмосковье остается инвестиционно-привлекательным регионом. В настоящее время здесь реализуется около 160 проектов по импортозамещению, обеспечивая граждан рабочими местами. Кроме того, губернатор рассказал о внедрении цифровых технологий, также для безопасности горожан, на примере комплекса «Безопасный регион». На форуме был представлен стенд достижений Московской области. Среди экспозиции – Матищинский завод «Метровагон Маш», на котором выпускают вагоны метро, поезда и трамваи для метрополитенов многих стран мира, а также предприятия народных художественных промыслов – Жостовская фабрика декоративной росписи и Федоскинская фабрика миниатюрной живописи из Матищ. Коротко о том, что сегодня выпуски. Дополнительное круговое движение, комфортный пешеходный бульвар и большая детская игровая площадка появятся на бульваре Распоповой. Нет договора на обслуживание, нет газа. Подачу голубого топлива приостановили в деревне Беленинова. Газоснабжение у остальных абонентов не останавливалось, то есть газоснабжение работает в штатном режиме. В добрый путь выпускники. Для всех одиннадцатиклассников округа прозвенел последний звонок. Время быстро пролетело 11 лет. А впереди-то что? Мы не знаем. В Матищах прошло заседание местного политического совета партии «Единая Россия», в ходе которого партийцы обсудили итоги работы 2022 года и наметили планы на будущее. Одним из важных направлений в работе в прошлом году стала поддержка участников специальной военной операции и их семей. Особое внимание партийцы уделяют сбору гуманитарной помощи всем мобилизованным и военнослужащим, а также жителям ЛДНР. Всего за прошлый год было собрано 22 тонны гуманитарной помощи. Активистам волонтерского движения глава округа вручила почетные грамоты. Хотелось бы сказать большое спасибо администрации городского округа Матища, партии «Единая Россия», потому что на самом деле помощь от них шла и до этого. То есть награды – это номинальная вещь, помогают они хорошо. То есть я общаюсь с волонтерами из разных регионов и могу сказать, что у нас в городском округе Матища ведется очень мощная поддержка и волонтеров, и участников СВО, и гражданское население на новых территориях. В городском округе Матища продолжается формирование инвестиционных паспортов многоквартирных домов. В начале весны лидеры общественного мнения провели ряд встреч с жителями, чтобы определить волнующие вопросы по содержанию жилого фонда и благоустройству территории. Все пожелания включены в инвестиционный паспорт многоквартирного дома, и теперь важно согласовать сроки исполнения. Накануне состоялась повторная встреча членов Совета дома номер 14 по улице Колпакова с представителями ресурсно-собжающих организаций. Об итогах расскажет наш корреспондент. 14-й дом на улице Колпакова стоит на очень бойком месте. За свою почти 60-летнюю историю знал разные периоды. Что-то в его структуре давно устарело, а ремонтные работы начинаются только теперь. Уточняются пункты первого осмотра дома. Ремонт входных групп дома будет выполнен за летний период до сентября месяца. Будет проведен ремонт от Москвы благоустройства придомовой территории. Работы будут начаты в этом году. Часть работ мы записали, ваших пожеланий, вдруг появится новая. Что-то узнать, что-то уточнить. Жителей волнует именно первый пункт. Председатель Совета дома Ирина Комарова напоминает, фасад отремонтирован, а вход в подъезды пока ждет. Первое, конечно, нам надо сделать эти входные группы. То есть торчат даже штыри. Житель всегда прав, гласит принцип губернатора при решении жилистно-бытовых вопросов. И он находит все большее подтверждение. Сегодня мы видим, что составлена инвестиционная программа, перечислены все вопросы, волнующие жителей. И благодаря тому, что мы скрепили данную встречу определенными обязательствами, в ближайшие месяц-два уже начнет не заставить себя ждать реальный результат нашей работы. Самый главный, мы говорим, двигатель процесса – это реальный диалог с жителями. И когда жители говорят об изменениях, которые происходят, значит, мы не зря осуществляем свой внешний и внутренний контроль. Работы продолжаются. И по ходу вносятся предложения и уточнения. Сергей Берзин, Денис Корнев, Первый, Мытичинский. Архитектурный проект по развитию бульвара Распоповой обсудили представители администрации, депутатского корпуса и общественной палаты совместно с жителями 15-го и 16-го микрорайонов. Главный вопрос, который волнует мытичинцев – будет ли застройка бульвара? Глава округа Юлия Купецкая дала однозначный ответ – бульвар был, есть и будет в обновленном благоустроенном варианте. В очередной раз хотелось бы рассказать о проекте. Мы пригласили инвестора-застройщика, который осуществляет развитие данной застроенной территории на основании контрактов. И все-таки определить те понятия, которые действительно должны использоваться и как на самом деле обстоят дела. Никто не пытается скрыть информацию, никто не пытается убрать информацию. Но мы все-таки за честные взаимоотношения со своей стороны, с администрацией всегда пытаемся быть открытыми и честно рассказывать о том, что проходит. Но когда мы 9 мая читаем о том, что в городском округе мытища застраивается бульвар Распопово, но давайте мы тогда честно на этот вопрос ответим. А где находится бульвар Распопово – это первое. Второе. Что подразумевает под собой развитие застроенной территории и какие планы у инвестора и насколько они изменились при внесении изменений в корректировке действующих проектов. Но все наши взаимоотношения и взаимоотношения с жителями должны быть честными. Жителям показали презентацию проекта архитектурного развития. В новой концепции предусмотрен комфортный пешеходный бульвар без автомобилей. Также в 2024 году там появится большая детская игровая площадка для самых юных мытищенцев, сопряженная с будущим детским садом на 300 мест. Помимо этого на улице Юбилейная будет создано дополнительное круговое движение для удобства жителей, выезжающих из микрорайона. Рассказали про концепцию благоустройства наших дворов. Это будут закрытые дворы парки. Рассказали про обеспеченность машинными местами на территории. Также рассказали про планы по строительству садиков и школ. Обозначили все сроки. На вопросы все ответили, жители остались довольны. Кроме того, глава округа отметила, что по данному проекту будут направлены целевые средства в бюджет муниципалитета для расселения жителей аварийного дома. Благодаря данному проекту будет переселено 18 семей. В деревне Беленинова приостановлена подача газа в одном из жилых домов. Причиной стало отсутствие договора на техническое обслуживание и недопуск специалистов Мособлгаза для проведения осмотра состояния газового оборудования. Было принято решение отключения газопровода в подземном исполнении. Газоснабжение у остальных абонентов не останавливалось. То есть газоснабжение работает в штатном режиме. Отключение газа – вынужденная мера для обеспечения безопасности жителей. Специалисты Мособлгаза проводят рейды с целью обследования газового оборудования и проверки его работоспособности. Данные мероприятия у нас регулярно проходят в городском округе. В неделю таких выездных мероприятий проходит порядка 15-20 отключений по абонентам. Напомню, заключать договор о техническом обслуживании ВДГО – обязанность каждого потребителя газа, установленная законом. За ее нарушение предусмотрены штрафы или приостановление подачи голубого топлива. Закончились последние звонки для девятых классов. Теперь в центре внимания 11-классники. В этом году в «Добрый путь» школы округа выпускают более полутора тысяч учащихся. Позади сотни уроков, перемен и исписанных тетрадей. А впереди один из самых волнительных этапов в жизни – ЕГЭ и поступления в ВУЗ. На торжественной церемонии последнего звонка в 32-й школе побывала Анна Смирнова. Она расскажет, какое настроение у выпускников на рубеже самых важных событий. Торжественные платья и строгие костюмы. Для этого дня 11-классники подготовили лучшие наряды, а для любимых педагогов – цветы. Этот букет мы подготовили классному руководителю Эльвире Юрьевне. Мы ее очень любим и ценим. И уважаем. Мне не верится, что я ухожу, и мне не верится, что я больше не вернусь в эту школу. Не услышал звонок, наконец-то. Ну вот я сейчас разговариваю, мне уже хочется плакать. Я буду скучать по всем. В новом статусе выпускников они гордо входят в актовый зал родной 32-й школы. Здесь собрались самые близкие – родители, братья, сестры и друзья. Держать слезы непросто, как и непросто поверить, что эти ребята уже не дети. С искренними напутствиями и пожеланиями к юношам и девушкам обращаются учителя, родители и директор школы Наталья Шмелева. Дерзайте, творите, любите, будьте всегда искренними. Не бойтесь верить в свою мечту и, конечно же, верьте в себя. Мы вас любим, вами гордимся, вы лучшие. Ну что я могу сказать? Каждый из вас останется в моем сердце. А что останется в сердце у ребят? Забота и поддержка учителей, утренние подъемы в школу, разговоры с одноклассниками на переменах, юнормейский отряд победы и достижения. Чтобы рассказать о своей любви, выпускники подготовили трогательный номер. И всех нас объединила любимая школа. Время обмениваться теплыми пожеланиями и петь любимые песни. Под медлячок басы танцуют Максим и Алина. 32-я школа подарила им больше, чем просто знания. Она подарила им первую, настоящую любовь. Наша школа ассоциируется у нас с чем-то светлым, с любовью, с самыми лучшими моментами нашей жизни, молодости. Дальше я поступаю в учебное заведение, как и моя прекрасная дама. Потом снимать квартиру в Москве, жить, работать. Уже не школьники, но еще не студенты. На рубеже самых главных событий волнительно и немного страшно. Страшно. Мы в шоке! Потому что мы не понимаем точно, что будет завтра. Как бы всю жизнь ходили в школу, а тут новый этап. Это сложно всегда. Спасибо большой школе за все эмоции, которые мы получили за все эти 11 лет. Учителя очень трогательную речь сказали, что они будут скучать. И со всеми, ну, скорее всего, мы больше не увидимся, поэтому очень грустно. Время быстро пролетело, 11 лет. А впереди-то что? Не, не знаю. Время прошло очень быстро, хотя, когда это проживаешь, оно тянется очень медленно. И в конце я чувствую, что все было не зря. Я сейчас понимаю то, что надо не бояться жить, и тогда не будет страшно умереть. Ну, получается так, что мы все с нетерпением ждали этого дня, а когда он наступил, так и хотелось, чтобы он длился подольше. Чувствуем успех, чувствуем будущее на самом деле. Так что вообще без страха идем, без страха живем. Осталось последнее серьезное испытание – сдать единый государственный экзамен. Этот этап не менее волнительный для педагогов. Вы не представляете, меня сейчас переполняют эмоции в такой волнительный, в такой торжественный день. Я понимаю, что впереди государственная итоговая аттестация, что у детей у кого-то завтра уже экзамены. Но они держатся, у них все получится. Я их очень люблю, это правда прекрасный класс. Теплые объятия, памятные фото и, конечно же, слезы. С праздником, одиннадцатиклассники! Мужеству учат не словами, а примером героических поступков и проявлением силы воли. Реальные истории патриотизма можно найти и в жизни мытищинских байкеров. Об этом они рассказали на уроке мужества ученикам 12-й школы. Мероприятие было направлено на повышение духа патриотизма у подрастающего поколения. Как прошла встреча и чем она запомнилась школьникам, расскажут мои коллеги. За круглым столом встретились юноармейцы, члены отряда юных пожарных 12-й школы и мытищинские байкеры из мотоклуба «Ночные волки». Подполковник полиции Марат Алиев, прошедший несколько горячих точек, акцентировал внимание школьников на том, что важно научиться различать правду и вымысел. Взрослые простыми словами объясняли детям о своей гражданской позиции и о том, как «Ночные волки» участвуют в зоне специальной военной операции. В этом подразделении воюют наши братья, это добровольческий отряд «Ночные волки», боевое подразделение, героическое подразделение. Здесь мы сегодня провели урок воспитания, рассказали, что происходит в зоне СВО, для чего, какие цели, что в принципе происходит. Были непосредственные участники спецоперации, то есть мы все причастны к этому. Кто-то непосредственно на передовой, кто-то держит информационную войну, кто-то тыловую, кто-то техническую. Юноармейцы тоже вносят вклад в общее дело. Навстречу ребята передали членам мотоклуба посылки для бойцов. Гуманитарную помощь отправят на фронт в ближайшее время. Активное участие в волонтёрской деятельности принимает и руководитель движения «Заряд помощи» Элина Маламут. В ней люди из Москвы, Московской области и примкнувшие к нам люди из многих городов России уже. География очень широкая, от Камчатки до Крыма. В мытищах так сложилось, что у нас в школе есть два участка. Мы здесь фасуем супы. Проходит нарезка, подготовка армейских душей. И сейчас открывается новый участок по плетению сетей. Главный посыл патриотической встречи – донести до учащихся, что у сохранения того мира, за который сейчас борются российские военные, в зоне специальной военной операции и в их руках тоже. Мы собираем вещи для бойцов и отправляем их в зону боевых действий. Не надо поддаваться всяким провокациям. То, что на тебя, если действуют, то нужно как-то действовать в ответ и не сдаваться, служить своей родине, любить и гордиться. По словам Кати Лисицыной, после таких встреч у нее и ее одноклассников формируется чувство патриотизма, уважения к российским военным, любовь к родине и желание служить в рядах вооруженных сил России. Татьяна Горностаева, Максим Силаев, Первомытищинский. В День славянской письменности и культуры в Мытищинском историком-художественном музее провели интерактивную программу «Как писали на Руси». Культурный мастер-класс проходит уже пятый год и рассчитан на школьников. Мы говорим с ребятами о появлении славянской письменности, о том, кто создал первую азбуку, но вообще заходим мы очень издалека. То есть мы изучаем вопрос, что же было до письменности, как люди сохраняли информацию. Я рассказываю о передаче письма с помощью предметов, о предметном письме. Когда появилась вот эта первая азбука «Кириллица», то первоисточников осталось очень мало, книги, которые написаны на «Кириллице». Поэтому это очень бесценно. Мы обязательно изучаем эту азбуку, пишем на этой азбуке какие-то слова, предложения, а затем переходим уже к «Кириллице». В этот раз в программе поучаствовали самые маленькие школьники – первоклашки. Ребята окунулись в историю создания славянской письменности, узнали о том, как раньше писали гусиными перьями, посмотрели на старинную азбуку и попробовали сами написать глаголицей. Мы здесь оказались не случайно. Уроки у нас закончились вчера, а сегодня мы решили посвятить день экскурсии и пришли в этот замечательный музей вместе с ребятами первого В-класса, лицея 34 города Матища, вместе с родителями на этот прекрасный организованный мастер-класс. Нам показали старинную азбуку, глаголицу, рассказали о Кирилле и Мефодии, и ребята даже будут писать гусиными перьями настоящие. Отмечу, день славянской письменности и культуры – это праздник, когда россияне вспоминают великих просветителей прошлого – братьев Кирилла и Мефодия. Они создали первую славянскую азбуку, которая заложила основу всей славянской культуры. Традиционно в округе праздничные и культурные мероприятия проходят в течение нескольких дней. И на этом у меня все. Вы смотрели информационную программу «День». Далее прогноз погоды. Напоминаю, новости Первого Матищенского можно найти на наших официальных страницах в интернете. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!